здравствуйте друзья здоровенькие булы вот как раньше говорили шановные товарищи мы с вами вместе вместе и судя потому что я получаю письма из германии из израиля из латвии и литвы и эстонии вот я получаю письма с украины белоруссии казахстана жаль и не могу с вами поздоровится на всех языках good morning еще что-то помню со школы по моему это все больше ничего не помню ну тем не менее как смог поздоровался вот интересно видите ли вы я хочу чтобы многие те кто люди доверчивые перестали доверять и получили какие-то новое незнание нет знания забиты все полностью так забиты мозги что они перестают даже думать вот а что такое наблюдение 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 посмотрите видите вот так вот еще вот что они тут делают удивительно удивительно стране сибири вот потому что утро было минус 30 сейчас минус 20 как бы потеплело вот они не улетает но такое впечатление что дальше минус 30 и не должно быть иначе бы они знали об этом утки бы об этом знали вот нас начинаем прикидывать а может быть до весны уже не будет морозов больших и вот мы поменялись местами с европой в европе было от края до края по севернее 40 за 40 как бы называем это срединная европа средняя русская низменность из такой понятия от 30 до 40 урал до 40 а за уралом такое впечатление что если была такая температура то недолго и чаще даже бывало теплее и вдруг оказывается сегодня я смотрю погоду европейской россии а а резкое потепление эти дни я переживал погибнутые сады европейской россии все шло к этому что этому способствует ну у кого-то где-то молдавские саженцы которые чудом попадают польские саженцы крымские саженцы ну где-то какое-то время могут пожить наверное и на среднерусской равнине но конец их неизбежен вот эти дела плохи саженцы садят не срезая хотя бы половину верхнюю половину саженцы любой саженец с искалеченными корнями даже с максимально сбереженными при пересадке целой кроны сразу превращается в инвалида еще короче век потом начинается борьба за выживание вот деревья покрываются не сразу гибнут покрываются всевозможными вначале мертвичины мертвыми клетками потом грибами и опять короткий век продолжают садить большинство в те же углубления что и садили вот здесь вот если смотреть на право да на секунду поверну вот здесь есть участок называется дом мишина его уже нет на свете а я его запомнил потому что случилось следующее это учеба между прочим так что слушайте дальше вот у него росло два абрикоса абрикосы уже плодоносили на них не было ни одной мертвой ветки откуда я знал я ему подсаживал свежие саженцы и заодно учился у меня было несколько феноменов но я другой раз расскажу которая может быть и если бы я не был таким альтруистом что пошел садить чужой сад мне надо расширяться было некуда у меня тогда все было там 16 соток какой-то момент 10 потом 16 и и садил и наблюдал потом рассказывать буду подробнее но этот случай уникален нормальная зима ну 35 38 для нас это нормально вот когда стрелка не переходит 40 наши деревья не погибать и друг два мертвых абрикоса караул спрашивает мишин меня почему я реально о реальных людях говорю потому что это было реально вот почему они погибли вот ну подошел поближе встал на коленке разгреб траву там ямки а в ямках находились основание штампа ямки неглубокие сантиметров 20 но в виде стакана вот в виде стакана вот возьмите стакан поставьте палец по центру и поймете как было посажено ведь на ней были полосы белая бежевая полосы вы уже со мной давно общаетесь то я ради новичков говорю нет нет да кто-то пишет или говорит по скайпу то есть поэтому по ватсапу валерия картина сейчас случайно узнала я случайно узнал я случайно узнала я случайно узнал я случайно узнал я случайно зашел вот ну помаленечку прибавляется любителей настоящих садов и вот ради них я и объясняю кто еще не знает там весной стояла вода в этих ямках и постепенно постепенно вода может испарялась может уходила почву почву почему у нас промерзает всегда мало снега и когда она тает снег он так и стоит в виде лужи вот а представляете ночью мороз днем вот теперь ночью мороз днем плюс вот так вот разрушались деревья потом я перенес это мне достаточно этого уже до статуса потом я в своем саду первое несколько загубленных уже реально уже вот они я их хочу они через несколько лет мертвые основание штамба сгнило вначале замечал на ямках я же был такой как все проходило время я начал замечать что даже не в ямках а ровно посаженная за подлецом земле ровно ямки то нету и снега мало и еще через несколько лет и эти начали гнить но тогда пришлось садить на горку на возвышение вот и последние годы люди начали говорить сажаю по железову сажаю на горку сажаю по железову посажены на горку живы посажены в явку мертвы все это здорово но потом прилетает оплеуха прилетает комок грязи вот почему пожалуйста железа это самое самое умный нет до него придумали и я говорю ребята до меня придумали просто я наблюдательнее всех я единственный кто бьет тревогу говорит а то константинович пожалуйста вы молодец вы умница вы проповедуйте но не трогайте этих тех кто садить ямку они это самое это их право да твое право посади 10 100 деревьев ямку гнои пожалуйста ну не учи других этому абрикосы и груши не выдерживает и моя заслуга в том что я кричу один на весь белый свет один 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 ну еще некоторые уже на некоторых там сетях где-то кто-то повторяет а вк сказал а вк написал про холмы а меня опять да я не беру начиналась война еще доктор наук взял и напубликовал в газете фазенда прям вот в этой самой газете статью вот его кинула в другую сторону может меня на уже успел начитаться а потом понял а давай-ка я еще круче железо может сам догадался вот изобразил форма представьте себе схема форма пирамиды хеопса видели форма его помните это так сказать контур вспомнили высота метр тире полтора и вас в эту верхушке садить саженец я не выдержал я позвонил главному редактор на фамилии говорить не буду уже нет газеты фазенда уже редактор давно на пенсии но дни не у него неудобно назвать фамилию я говорю ну что же то такое зачем вы ведь люди же погубят погубят эти саженцы посаженная уже не на пологий холм как железо учат вот остроконечный они же погубят деревья ее ответ когда-то попадет если будет история садоводства вот словами железо и ответ попадет туда в эту книги в это вот ее ответ внимание специально сделал паузу какой дур пусть на ну и что что напечатал какой дурак будет так садить это она так а зачем же вы напечатали ответ но он же доктор наука вот а это частная газета была за нее никто не отвечал там не было редакции знаете мне попадались газеты которые 20 тысяч экземпляров обычная областая когда я глядел состав редакции такое впечатление что там было это самое там был член корр два профессора док то есть доктора наук два этих самых кандидата наук состав редакции в газете всего 20 тысяч она обычная газета вот так круто было но они тоже учили гагнаить но а здесь газета фазенда курсам и крупная в сибири и она же вся редакция один главный редактор мои каракули разберет напечатает больше ста статей огромное спасибо но вот то что давлело как бы это сказать давлело звание доктор наук ну и напечатало вообще надо страницы чем-то заполнять вот такой пример я привел вот и вот впереди у нас трудные времена вы знаете что они трудны вот и выживать мы вот возьмемся за руки друзья кто же это сказал а это было знаменитое выражение ну как у нас память это плохо как у нас память это плохо виноградную косточку теплую землю зарою и друзей созову дальше не помню и вот эта фраза тоже ну вот кто-то потом в комментариях напишет да это же наш знаменитый поэт день за одну виноградную косточку за эту песню готов преклоняться перед ним а вот фамилию забыл вот так бывает вот так вот нас но возьмемся за руки друзья чтобы не пропасть по одиночке и вот еще один фильм я не знаю успею ли у меня тут батарейки все не на холоде как-то подсели на морозе фотоаппарат которым я снимаю он машине лежал холодной пока я печку топил вот а почему я здесь снимаю все сидеть бы как обычно на этой самой беседке но холодно блин вот холодно когда-то на чайе на минус 20 это было жира а сейчас уже нет итак возьмемся за руки друзья и я еще наверное сейчас попробую снять еще одно такое же кино но именно наверное даже его заглавлю так господи ну я дома найду потом в этом компьютере автора этой этой самой красивой фразы очень вовремя нужна она нам возьмемся за руки друзья чтоб не пропасть по одиночке сейчас будет 2 серия